Вперёд, викинги! Нас ждут приключения, слава и честь! О нет! О нет! Это просто пустая локация с чёрными факелками! Вальхейм Вальхейм — это инди-выживач про викингов, вышедший в 2021 году. Игре удалось собрать все проклятые руны современной игровой индустрии. Но она не потонула, наоборот, сорвала банк и продалась тиражом более 8 миллионов копий. В 2021 году я был занят важными делами, и Вальхейм прошёл как-то мимо меня. Но волею судя по-моему попал ко мне в руки в самом конце года. Прошло достаточно времени, хайп давно выветрился, пора трезво посмотреть на игру. Тем более разработчики трудились над ней в поте лица ещё почти год. Так ведь? А это детектив. Правильный вопрос. Инди-студия сил на производство синематика не нашла, поэтому Вальхейм начинается с короткотекстовой предыстории и сразу переходит к модной сейчас выброске с самолёта. Кровожетная птица вместе с одноглазым лесным дедом хочет крови, поэтому вам предстоит призывать и расправиться с пятью духами этих земель, которые вам ничего плохого не сделали. Закончив рассматривать каменные карточки своих предполагаемых целей, вы переходите к классическим викингским забавам. К поеданию мухоморов, кулачному бою со свиньеви и поджиганию местных жителей. Устав собирать веточки и камушки, вы понимаете, что пора остепениться и разжиться своей первой халупой. На этом этапе вы сталкиваетесь с первой серьёзной проблемой Вальхейма. Прежде чем что-то начать строить, вам нужно воткнуть в землю верстак. И это само по себе целый квест. Чтобы с верстаком можно было взаимодействовать, нужно укрыть его крышей. Но неформально постелить сверху солому? Нет! Вам нужно закрыть каждый пиксель чёртова стола. Самое главное, непонятно зачем всё это нужно. Столы с инструментами перестают работать без крыши над головой. Чёртов камень нельзя привязать к палке и сделать топор, если сверху нет соломы. Такой псевдосимуляционный идиотизм наблюдается со всеми производственными установками. Верстаку нужна крыша, кузне нужна крыша, всему нужна чёртова крыша. Так что привыкайте и осваивайте навыки идеальной установки стола под навесом. Ладно, вы поставили верстак и готовы начать строить свою первую лачубу. Выбираете деревянный пол, кликаете на землю и быстро понимаете, куда попали. Чёртова деревяшка провалилась под землю, а через неё торчит трава. Так строить нельзя, это просто ужас. Ладно, делаем сарай на столбах. Втыкаем палку в землю и быстро понимаем, что крепление строительных элементов в этой игре делал какой-то конченый садист. Удачи вам найти оптимальное положение, чтобы поставить элемент конструкции так, как вы хотите. В лучшем случае он съедит в сторону и по велению Одина криво повисит в воздухе. Ой, какая ж это всё хуйня! Хорошо, вы подавили своего внутреннего перфекциониста и начали строить пол. Тут вас ждёт знакомство со следующей инновационной системой. Только в мире единорогов и розовых бабочек игры дарят людям радость и удовольствие. В реальности разработчики специально делают системы, которые несут вам боли и унижения. Вы не можете просто дать людям возможность строить всё, что они захотят. Нет, нет, нет. Нужно обязательно сделать лимит в 7-8 деревянных соединений и рушить всё, что дальше пытаются построить эти глупые игроки. Если поставить 8 балок подряд, кажется, что никакой проблемы нет. На высота тут не играет никакого значения. Считается число стыков. А значит проблемы с прочностью могут возникнуть уже на уровне второго этажа самого простого сарая. Происходящее можно было бы объяснить попытками в реализм, но этот аргумент сам разваливается уже на этапе каменного строительства. Булыжники, которые открываются к середине игры и по всей логике должны превосходить никчёмные деревяшки, обладают ещё большей хрупкостью. Камень выдерживает все те же 8 соединений вверх, но стыки в стороны отказываются держать в принципе. Обычные деревянные балки тут не помогут. Камень будет также разваливаться. Спасают только железные, но они, во-первых, выглядят страшно. Скрывать их с виду это целая мини-игра сама по себе. Во-вторых, требуют кучу железа, который вы просто устанете собирать. И, наконец, в третьих, по сути являются костылём. Железные балки переносят дальше прочность конструкции, к которой они первоначально крепятся. То есть, если вы прибьёте их уже к красному элементу конструкции, они продолжат быть красными. Учитывайте, пожалуйста, эти факторы, если решите взяться за какой-нибудь мегапроект. А то к середине строительства замка, на котором вы угрохали кучу времени и ресурсов, выяснится, что эту постройку в этой несчастной игре нельзя возвести в принципе. Я прекрасно понимаю, что все знаменитые образцы шведской архитектуры не превышают высоту двух этажей, но спешу разочаровать разработчиков. Весь цивилизованный мир научился строить из камня вполне высокие и прочные конструкции. Причём довольно давно. Это какой-то... позор? Ну а вернёмся к нашим оленям. Закончив изничтожать местную живность и крафтить первый сет брони, наступает время призывать своего первого босса. Электрический олень переросток не представляет особой опасности. Регулярно застревает в ландшафте, но дропает, пожалуй, самый важный ресурс в игре. Рога, из которых вы сделаете свою первую кирку. Поздравляю, вы перешли в бронзовую эпоху. Теперь вы можете делать не только живописные дыры в земле, но и добывать металл. Дальше ваш путь лежит в тёмный лес, где вы найдёте медь и олова для изготовления бронзы. Именно на этом этапе вы сможете прочувствовать следующую серьёзную проблему игры. Практически любое действие в Вальхейме жрёт стамину. Бег жрёт стамину. Прыжки жрут стамину. Удары оружием и инструментами жрут стамину. Даже посадка чёртовой морковки на грядку жрёт стамину и заставляет вас стоять несколько секунд, как дурачок, и ничего не делать. Ждать, пока она восстановится. Вальхейм пропитан гриндом практически на уровне корейских мурпг-дрочилин. Вам понадобится много металла, который предстоит муторно вытаскивать из земли. Мало того, после каждого удара киркой вы будете ждать мучительную секунду тика восстановления чёртовой стамины. Когда ты выкапываешь 4-5 кусков руды, это не так заметно. Но когда приходит время копательных забоев для апгрейда бронзового сета на 5-10 стаков олова и меди, ты физически чувствуешь, как чёртов шведский геймдев тратит драгоценные секунды твоей бесценной жизни. Горный биом в этих условиях становится неиграбельным в принципе. Большую часть времени ты скачешь как идиот, борешься с постоянным сползанием и часами восстанавливаешь чёртову выносливость. Система стамины, по сути, существует только для оправдания обширной и в целом бесполезной системы готовки еды. Каждый кусок еды увеличивает не только вашу полоску здоровья, но и выносливость. При этом даже высокоуровневая готовка не увеличивает её пул и скорость восстановления настолько, чтобы как-то компенсировать время, потраченное на взаимодействие со всеми этими системами. Ну а вернёмся к металлу. С большой вероятностью, ваша первоначальная и основная база будет находиться на лугах, где и захочется развернуть всю обрабатывающую промышленность. Но вот проблема. Металл находится чёрти где, а таскать в рюкзаке его долго и муторно. Чувствуется, что хочется обладать каким-то средством передвижения, правда? Есть убогий кораблик, но в него может вместиться всего 4 стака металла. Есть и лего, но загрузив её оловом и бронзой, она становится практически нетранспортабельной. Поверьте, я потратил целое воскресенье на то, чтобы прорубить дорогу от моей основной базы до Чёрного леса, чтобы честно и комфортно тащить телегу. Но только в конце я узнал, что затащить её хотя бы на минимальный уклон становится просто невозможно. В игре есть портал для быстрого перемещения, но чёртовы инди-садисты специально сделали так, что металл и ещё ряд тяжёлых и важных для прохождения игры вещей просто нельзя через него перенести. Где-то на этом этапе к вам придёт понимание, что вы участвуете не в эпичном викингском приключении, а просто прозябаете где-то на обочине мультивселенной. В любой момент вы можете логовнуться из своего основного мира и создать буферный, поставить там сундук и забить его до отказа добытым металлом, который нельзя перетащить через обычный портал. Вернувшись на свою основную базу, просто заходите в буферный мир и забирайте содержимое сундука. Поздравляю, вас экономили кучу времени. Но ведь можно пойти дальше? Каждый сид генерируется случайным образом, а значит можно найти отдельные миры с удобным расположением всех ресурсов. Что игроки собственно и сделали. В одном сиде можно найти меди в двух шагах от спавна, на другом кучу данжей с железом и так далее. Даже есть мега остров со спавном каждого босса. Теперь мы вплотную подошли к разделу спойлеров. Поэтому, если не хотите испортить все впечатления от игры, перейдите вот по этому таймингу. Перешли? Тогда продолжаем. Ладно, я честно не знаю, о каких спойлерах может идти речь. Почти в каждом биоме есть босс, который призывается с помощью какого-то реагента. Реагента можно найти в том же биоме. Где-то это яйцо дракона, где-то идол, где-то еще какой-то мусор. Не знаю, кем нужно быть, чтобы повестись на раздел спойлеров в видео по Вальхейму, но тем не менее. Давайте просто при встрече показывать на этих людей пальцем и хитно посмеиваться. Вот. Ну, ладно, можно как-то для приличия потянуть еще время. У меня, кстати, есть Twitch-канал, на котором я периодически стримлю игры. Вальхейм в том числе. Можете подписаться на меня там. Вот он, есть что на экране. Можете подписаться и тут. А также поставить лайк этому видео. Что еще есть в Вальхейме? Ну, можно копать репу. А потом можно собирать репу. Не забывайте только про чертову стамину. Ладно, мне кажется, прошло достаточно времени, подыграйте мне. На самом деле сложно сделать какие-то однозначные выводы. В конечном итоге каждому придется принимать решение самому. И дорассудит на сотен. Говоря о Вальхиме, нельзя не упомянуть мультиплеер. На сервере можно собрать до 10 человек, что значительно улучшает общий экспириенс. Аргумент, конечно, слабый, но какой есть. Даже ковыряние палкой в земле будет веселее в компании товарищей. Теперь хочется ответить на главный вопрос. Стоит ли покупать Вальхейм сейчас? Определенно нет. Игра до сих пор находится в World Access. С момента выхода прошел год. А швидская инди-галера сподобилась выпустить всего несколько мелких апдейтов. Типа дополнительной мебели для дома. И одного нового моба в болотах. Все. В стиме Вальхейм стоит почти 20 долларов. Даже если умножить это число на 8 миллионов копий, а потом разделить наполовину, чтобы учесть скидки, региональные цены и прочие колебания. Получится как-то слишком много миллионов долларов на одного разработчика. Особенно с учетом практически полного отсутствия контента с их стороны на протяжении года. Для сравнения, посмотрите, что успели сделать мододелы за тот же период времени и бесплатно. И систему лута с редкими эпическими вещами. И улучшенную сетку для посадки растений. И переработанного торговца, кому можно продавать весь мусор. И еще куча всего. При этом инди-скандинавам даже не хватило совести сделать официальную поддержку модов или мастерской в своей несчастной игре. Специфика Вальхейма заключается в том, что это по сути приключение рассчитанное на один раз. Реиграбельность игры плавает где-то в районе нуля процентов. Второй раз бегать по пустому миру без контента и копать месть железа лично меня не заставить. В игре до сих пор существует два пустых биома, которые разработчики совсем не спешат заполнять. А убийство последнего равнинного босса не таргерит даже стены текста. Не говоря уже о какой-то осмысленной концовке. Хотя их можно понять. Если бы я где-то срубил 50 миллионов долларов на техно-демке Early Access игры, вряд ли бы вы меня еще увидели онлайн. Сидел бы на берегу океана, попивал бы коктейли и точно бы не думал ни о каких играх про викингов. Чего и вам желаю. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Нику Грин, еще раз спасибо за подгон игры. Из бэклога определенно есть смысл сделать полноценную рубрику, стрима стримами, но YouTube это платформа, где любят отдельные видео. Не обещаю, что каждая подаренная игра получит отдельный обзор, но если она подойдет, почему бы и нет. Берегите себя и до новых встреч. И да, письмо по случаю дня рождения Вальхейма полный мусор. Продолжение следует...